Итак, всем привет, с вами НТОП Гэй, а перед началом просмотра я порекомендую вам подписаться, если вы еще вдруг не подписаны. Поехали! И сегодня мы поговорим о новом дневнике разработчиков. Они называют их уголками разработчиков, и если до этого были изменения не сильно большие, по крайней мере, не очень понятные, то здесь, в этот раз, они нам предлагают ознакомиться с очень-очень интересными изменениями, а именно они меняют то, как работает ротообеспечение. Как вы знаете, очень важно правильно выбирать ротообеспечение, и в принципе, сейчас мета такая более-менее стабильная, какие-то очень полезные, какие-то очень бесполезные, и если они это поменяют, будет, конечно же, крайне любопытно. И что же именно они меняют? Они хотят повысить ли они доктрин на то, как мы будем снижать свои дивизии, то есть доктрины будут не только менять статы одинаково для всего, но также добавлять дополнительные эффекты. К примеру, вот, они дают, например, что базовая есть такая вот укрепленность, но здесь они дают другую укрепленность, потому что теперь инженеры из-за доктрины дают дополнительную укрепленность за каждый батальон пехоты. То есть вот оно, начальное показательное дает 0,25 укрепленности за каждый батальон пехоты в дивизии. Это меняет, на самом деле, очень много всего, и это только одно из, наверное, множества изменений, которые они хотят добавить в поддержку. То есть вот, применяется к пехоте, но не применяется к кавалерии. Теперь какие-то поддержки будут применяться к каким-то основным батальонам. Так сказать, поддержка будет как-то получше взаимодействовать с основными батальонами, как будто на самом деле так оно и должно было быть. И вот здесь вот нам рассказывают, что здесь есть различные бафы, которые они уже придумали. На самом деле, анализировать их прямо сейчас, наверное, рановато, потому что они, скорее всего, будут переработаны по цифрам, по тому, какие батальоны что дают. Но в целом, можем уже заметить, полевые госпитали дают хп плюс 10%, это солидно. Кроме того, огнеметные танки дают прорыв всех пехотных батальонов на 5%, военная полиция дает в основном организации 20% и много чего другого. К примеру, вот защита плюс 10 от радио к всей артиллерии, на самом деле такое себе. Допустим, аэр-атака тоже основным батальонам от разведки, тоже такое себе. Но вот дополнительная организация от легкобронированных разведрот, это очень солидно. Только вопрос, как это, конечно, будет работать, будет ли это 1, так сказать, за каждый батальон, таким образом, не знаю, 10 батальонов здесь организации, либо это просто каждому батальону дается плюс 1 арга, и в среднем, как бы, повышается не так, что и много. Посмотрим. То есть, к примеру, вот рота обеспечения дает 5% защиты всей пехоте. Это, на самом деле, немало. Особенно учитывая то, что вот эта вот как раз-таки третья доктрина, она, в принципе, может быть полезной. И если в ней будут какие-то такие бафы, то это очень сильно повлияет на общий баланс доктрин. Одни из самых сильных бафов, что я здесь заметил, это разведрот на легких танков дают 10 противотанковой атаки всем бронированным батальонам. Это очень много. А вот конные моторизованные и бронированные разведроты дают 10% противопехотной атаки для артиллерии. А артиллерия это сильно. То есть 10% дополнительной софт атаки артиллерии это супер сильно. Как я и сказал, все эти изменения, скорее всего, будут работать по-другому. Немножко цифры будут другие. Может, они в куда-то еще разные места это все закидывают. Это все еще очень-очень-очень поверхностно. Но, честно, мне очень нравятся, в принципе, вот эти вот новые дневники, углоки разработчиков, потому что они какие-то свои новые свежие идеи закидывают. И такие идеи, однозначно, я думаю, оживят немножко игру и оживят немножко то, как вы будете делать дивизии. Если раньше билды были достаточно линейные, возможно, сейчас что-то поменяется в какую-то сторону. Впрочем, вполне себе возможно, что будет какая-то простая баг, которой все будут придерживаться. Так или иначе, я очень рад, что разработчики пытаются что-то привнести в игру. В игре явно не хватает каких-то таких вот мелочей. В модах очень много, где что-то такое есть. Здесь пока что вот как-то они добавляют. Так что будем следить. Но я уже могу сказать, что можно ожидать очень кардинальных изменений в следующем большом патче, потому что это лишь одно из нескольких. Другие углоки я не обозревал, потому что мне они не сильно понравились. По крайней мере, потому что еще мало что понятно. Но если вам вдруг будет интересно, можете дать об этом знать мне в комментариях, и я буду обозревать и другие углоки разработчиков. На этом, пожалуй, все. Напоминаю, что если вы еще вдруг не подписаны, обязательно стоит подписаться, оставить лайк, комментарий, в виде дискорд не забыть. И до скорых встреч. Пока.